Девушки отдыхают Книгу произведений Кроме стихотворений пишет прозу, сказки и юмористические рассказы Участвовала в различных литературных конкурсах Я была в 11 классе ребенком совершенно неопределившимся, чего я хочу на самом деле Ну и вот поступила туда почему-то Тусовалась я там с режиссерами Познакомилась там с Михаилом Стрельцовым С журналистами с университета То есть такая была студенческая тусовая жизнь И там я узнала очень много людей Великолепных, прекрасных, и поэтов в том числе Общаясь с этими людьми, я свои стихи за стихи не считала никогда То есть вот они поэты, а я написала там стихи И я их вообще не воспринимала То есть я их не писать не могла, они вот писались Но воспринимать их как творчество Которому следует уделять внимание Я их очень долго не воспринимала И вот я работала в библиотеке тогда еще И со мной работала уникальная очень девушка Наталья Которая меня поражала своим жизнелюбием и чувством юмора И в общем-то сейчас мои стихи в некотором роде То есть много, ну то есть я очень люблю те стихи, которые веселые, ироничные Которые вызывают улыбку Потому что там страдательной поэзии Ее так много, так много А мне всегда хотелось найти что-то светлое, радостное Чтобы там, чтобы все цвело и пахло И Наталья случайно, то есть открыла То есть у меня была такая тетрадка-блокнот со всякой ерундой И она открыла и увидела там мое стихотворение И она его прочитала, дико восторгалась Переписала его от руки И на следующий день рассказывала, как она читала его мужу с табуретки И меня так поразил этот искренний восторг другого человека от моего творчества Что я поняла, что... То есть она меня так вот мощно поддержала Марина, книжку там, еще что-то Это было очень много лет назад Но именно тогда я первый раз поняла, что нужно хотя бы собрать свои стихи Которые существовали в моем доме на каких-то обрывках, в коробках То есть вообще никак, то есть хотя бы их занести в компьютер, в архив, да? Я сижу в рубашке мужа Где мой муж, когда он нужен? Задержался на работе? Дело движется к субботе Остывает вкусный ужин Где мой муж, когда он нужен? Сковородку сжав в руке Мужа жду в крутой тоске Потом я уехала из Борда Кимирова и вернулась к родителям Я там лет 10 прожила, наверное И пошла в литературный клуб «Аллея» Год проходив в этот клуб, я почувствовала как раз в себе силы Именно там я раскрылась Не только как поэта Наверное, как поэт, который читает свои стихи Который выступает Который делится своим творчеством через слово Иногда стихотворение зацепляется за какое-то слово Вот у меня сейчас появилась привычка записывать даже какие-то слова Или словосочетания, которые меня поразили Например, сейчас у меня есть фраза «Цветочный базар Калькутты» Я не знаю Стихотворения пока такого не существует Но я очень надеюсь, что оно появится Я просто такой человек, у которого всего много У которого такая полная жизнь Полная детей, приключений, друзей И это человек, который во всем этом живет И поэзия в нем не главная Но это как рука, нога, глаз Это просто есть То есть я умею говорить, я говорю У меня есть уши, я слышу Но я почему-то пишу стихи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!